Послание Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла. Возлюбленные, О Господе, Архипастыри, Всечестные, Пресвитеры, Диатор, Боголюбивые Ирина и Ирина Кенит, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с великим и распасительным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Ныне, как и феврилетские пастухи, две тысячи лет прожару и с радостью и умилением внимает торжествующему ангельскому глазу. Слава Божьему Богу и на земле мир в человеческих благоволениях. Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает утешение и преисполняется благодарности Создателя. Сам Господь Вседержитель, Бог Крепкий и Отец Вечности, снисходит к нам и рождается в мир простым человеком. Сбывается пророчество Царя Цонгопевца, Духом Святым Возвестившего. Милость и истина встретятся, правда и мир облагозаиваются. Истина высияет от земли, и правда с небес не обидца. И вот свершилось. Младенец родился нам, сын дан нам, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. На протяжении истории человечество напряженно искало Бога, тоскуя по утраченному общению со своим Создателем. И в ответ на эти усилия, в ответ на устремленные к небу сердца и руки, Господь явил Свою любовь к роду человеческому, и Сам простер нам Свою спасительную руку. Во Иисусе Христе после долгих тысячелетий встретились, наконец, Бог и человек, и соединилось небесное и земное, и исполнились духовные чаяния сынов и дочерей Адама. В события Рождества Христова нам явлены одновременно и тайна, и откровения. Ведь человеческий разум не способен до конца понять, как творец и промыслитель Вселенной, беспредельный по своей природе Бог снисходит в наш естественный грехом мир и являет себя в виде беспомощного младенца, родившегося в пещере, где пастухи и скот скрывались от непогоды. Слава, воздаваемая дворними силами, проповедуемая восточными мудрецами и засвидетельствованная простыми пастухами, перегласно возглашается во всех концах земли. Все это приоткрывает нам глубину непостижимой мудрости Божией, делается причастными к сокровенному троеческому замсу о спасении человека. Ныне мы знаем, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы мир был спасен через Него. И теперь, оправдавшись верой, мы имеем им с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам из позвания Кремлера. Склонимся же к благоговении с кровным ясно, где лежит тихий и кроткий младенец. Склонимся со страхом Божиим и трепетом, ибо здесь начинается земной крестный путь Господа Иисуса. Здесь полагается начало нашего спасения. Склонимся и прославляя ровшегося Сына Привечного Отца, насладимся тем неизреченным и превосходящим всякое разумение и миром, который наполняет наши души. Слава Богу и на земле мир в человеческом благоволении, вновь и вновь радостно вторим ангельскому хору. Любовь Божия, явленная в рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. Этот мир не поколебает житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим нестроениям и даже вооруженным конфликтом, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что Он попирает ей всякую земную скорбь и напасть. Святитель Игнатий Бринчининов, аскетические опыты. Но как же стяжать мирное устроение души? Как стать обладателем всего великого духовного дара? Святые отцы в этом единомысливые. Действие мира Христова в человеке есть важный признак пребывания его в евангельских заповедях. Из них же более всего, наставляет нас первоверкотный Павел, надлежит облечься в любовь, которая есть в совокупности совершенства. И тогда, пословно апостола, в сердцах наших станет владычествовать мир Божий, к которому мы и призваны из послания Калася. Людей благоволения ищет в себе Господь, тех, кто последует Ему закону, кто будет свидетельствовать ближним и дальним о спасении и возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Первое послание Петра. Будем же достойны этого высокого призвания. И потому, преславное Рождество Христово видевшее, в вертепе совершаемое, устранимся сует бачи мира. Кондакт 8-й Акафиста Рождества Христово. Вознесемся мысленно на небо, прославив Творца всяческих, поделимся нашей радостью о воплотившемся Спасителе, с окружающим, с теми, кто нуждается в заботе, кто унывает или находится в стесненных обстоятельствах. «Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христианской жизни, дабы в прежде укреплялась нас вера, не исчезла надежда и возрастала любовь. Дабы, хотя в торжество светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали миру великую благочестию тайны» из первого послания к Тимофею. «Несли людям утешение и благословенный мир Христово. Аминь». Патриарх Московский и всея России. Кождество Христово.